Привет, зритель! Услышала какие-то странные звуки в районе пруда. Это первый раз я как тут за четвертый приезд снимаю видео, но не считая там шорта полтора-два наши пчелы. Мои родственники все-таки сюда приезжали и косили, правда. Вот здесь уже коса сломалась и этого не хватило. Меня вчера гонял черт в одно место. Меня близкий родственник предупреждал, что возможно там тоже есть медведь, ну в смысле шастает. Видимо он все-таки сам шастает, потому что следы такие определенные видела в виде лежанок. Ну и там не было ягод практически. И мой племянник мне сделал велосипед. На удивление мой племянник умеет ставить колесо, потому что тут кто обещается 300 лет ждешь или человек ни черта не умеет и боится сказать, что нет, я не умею как бы это делать. И посчитает, что если скажут так, то другие подумают, что он отговаривается просто. Или хрен знает. А то наглое животное, тот наглый человек, который, скажем так, должен этой пасеке. Так в итоге это, только говно пускал словесное. А когда дело, так ни черта. Короче этот, я не знаю, что я тут ожидала увидеть. Я посмотрела на сайте DJI, там действительно написано четырехкратное увеличение в этой камере. А у меня сейчас не то. Сейчас я может так выключила, ушла обратно в настройки. Ну это коряга, наверное. Что это может быть посередине. Короче, я подумала, может тут шарахается лось. Тропа, которую Гуркин сделал, уже слегка заросла. И я решила сходить за камерой. Был, конечно, шанс, что пока я хожу за камерой, тут если и был лось, то уже свалил. Ну просто такие звуки были странные. То ли кто-то по пруду шарахается и башкой трясет, то ли еще что-то. Ну я надеюсь, тут не было медведя. Вряд ли он сюда приперся. Даже шастая слегка иногда внутри круга. Ну я решила вот сходить за камерой. Заодно я собиралась до сюда дойти. Как бы листьев смородины собрать, но тут крапивище наросло. Не знаю, как товарищ Олег лопатой крапиву укокошивал. Как-то он так делал. Ну короче, у наших родственников сломалась косилка. Леска в другом закончилась. В дом они почему-то во лёска не зашли. Может не знали, что там лёска была. Может спешили, как обычно. И блин, тут так крапивы наросло. Хорошо, что я делала все-таки штаны. Помимо резиновых. У нас двадцать восемь в теньке. Я примерно помню, как идти. Потому что, ну тут, вон это, видно, наверное, немножко, что вот крапива, где крапива пониже, там, наверное, и была тропа. Я просто в прошлое, позапрошлый приезд от соседки слышала, что у неё в её пруду, к пруду и рядом подходили лоси. Лоси. Вполне возможно, что и тут шарахались. Точнее, те звуки, что я слышала, именно лосиные. Потому что зимой-то они вообще тут ошивались, хоть бы что. Ну, правильно, зимой те два дома с тремя человеками на другой конце деревни. А здесь вообще никого. Ну, может, только товарищи-соседи в свой крайний дом приезжали, который, на самом деле, реально был всегда краем деревни с этой стороны, с нашей стороны. По нашей линии. Я думаю, он, наверное, когда-то был какой-нибудь зажиточный, крестьянский, с активистами-революционерами прошлого века. Когда пошла вот эта девятьсот семнадцатый год, ранее плюс-минус, он как раз и стал такой базой главы деревни, где был подсчёт, какая деревня к чему принадлежит, какому колхозу новоявленному. У меня камера сейчас питается, стоит на этом, на штативчике, который аккумулятор. Я тут ногами приминаю эту крапиву. Я, правда, не взяла с собой никаких пакетиков, чтобы взять, допустим, собрать этих листиков. В принципе, я могу сюда потом отдельно уже прийти без камеры. Ещё раз протоптать поверх протоптанного тропинку. На днях собираюсь доехать до Степланова Хамина в сторону того, что я называла омутом, ну, овцефермы, и глянуть на свой куст. Короче, там на поле красной смородины не было вообще, а чёрная смородина, она поздняя, лесная, и поэтому она как бы... Там вообще ягод 10 от силы было, и пара штук мне попалась даже незрелых. Кожа толстая, ягодки мелкие, очень поздние, на ней очень мало было. Ну и плюс куст-то всё-таки не молодой, я его не сразу обнаружила. Точнее, я давно хотела туда подъехать, но года три или четыре назад только подъехала. Четыре, наверное. Потому что я как раз туда подъехала, красную обнаружила в прошлом году, что на ней здесь, знаете, что-то было. 700-граммовую банку набрала. Боря у нас нет уже три года, да, получается. И вот четыре года назад ещё был Боря, я как раз летом ездила, ему сказал, что там вот есть куст смородины, что можно на следующий год съездить, и ему, и мне, и собрать ягод. Но он решил в итоге отдать богам душу этот Боря. А я как бы видела этот островок, посереть поле, мне хотелось туда давно доехать. И вот что-то, когда только там стали сеять агриволга свой овёс, я тут только тогда набралась смелости, наглости или ещё что-то и до тут дошла. Хотя, возможно, в детстве туда ездили, на великах ходили с дедушкой за грибами, и там раньше по грибы, за грибами пойдёшь, далеко уйдёшь. Так же, как за водой. По грибы, по ягоды, и там как раз на этом поле и на соседнем раньше сажали горох кормовой. Более плотные такие стручочки, прямоугольненькие, они отличаются. Ну вот, назывался кормовый горох. Для коров там всего такого колхозного. Думаю, что, может быть, туда и раньше ходили, но в детстве вряд ли там была смородина уже. Хотя кусты такие, но видно, что им где-то так по 20. Старенькие. Вот не знаю, по такой жаре и вот считываешь, что я только ещё собираюсь за это лето наконец-то съездить в сторону Степанова. Как там мой куст? Есть ли на нём ягодки? И вот я чуть раньше обнаружила, чем те кусты. И он тоже, в принципе, был поздний. Вот здесь вот где-то на каком-то кусте было несколько ягод. Тогда мои друзья заметили, но я пока не наблюдаю. Главное, тут-то как бы не сильно заросло. По крайней мере, крапивы нет. Так, перед этим можно пройти. А этот куст, он вообще развалился. У меня сейчас, правда, это быстрое слежение. Такое активное слежение, потому что, может, не совсем так и получается показать. Ну, я тогда снимала здесь на эту камеру, это уже на канале есть. И эти кусты тут видно, он как-то так разросся. Он вот оттуда вот до сюда войдёт. Ещё где-то был куст, и он, видимо, одну в другую обрелось. Я пока вот не вижу тут ягод. Либо их уже, они опадали. Не знаю, если тут птички, может, и есть какие-то. Может, птички какие-то сожрали. Те немногие остатки. Кое-где тут всё же есть крапива. С другой стороны по такой жаре лоси. Хотя, хрен знает, может, им и не жарко. Может, сегодня частично облачка и в 28 в теньке. Как на солнышке, примерно так одинаково, даже слегка прохладно. Вон, тут дятел какой-то долбится. Вчера маленькая гроза была. Может, это не вариант тут смородину-то сейчас искать листья. Наверное, на следующий год нас сюда. Может, я только вот один молоденький листик нашла, остальные такие вот уже прилично старенькие. Я хотела собрать сборы не только вот просто как вчера на мангале с родственниками чайник грели. Там лист малины, лист смородины чёрной и лист яблони с чёрным чаем пакетированным. А чтобы на зиму такой сбор, ещё хотела лист черноплодки собрать. И орешника лист. Я не помню, года три назад собирала или собиралась собрать. И этот, читала где-то отчёт, он дофига полезный тоже. Тут орешник растёт вон, орешник молодой пробивается. Вот здесь вроде тогда видели ягоды. А, вот я вижу одну ягодку, даже не одну. У меня уже перезрело. У меня в какой-то паучине. В общем, было пять ягодок. Две на выкидку. Да, это как раз те ягодки, которые тогда друзья увидели. Вот ещё одна ягодка отдельно. Тонкая, перезрелая. Ощущение, будто сюда вот эту, ну как бы сортовую кто-то посадил. Но кто сюда мог тогда её сажать? Тут тогда был конкретный такой ручей. Сменила на плавное следование. Потому что тут, по сути, я сейчас стою на одном месте практически. Ну и такие листики, вон они. Их в чай как бы не вариант. Некоторые из них уже желтеют. Некоторые просто вот старые такие листы. Хотелось бы помоложе. Там дальше крапива, откуда камера направлена. Там крапива, крапива, крапива. Там вроде есть какие-то листики. Ну тоже так. Молоденьких совсем чуть-чуть, по большей части стареньких. Я думаю, оставлю их тогда тут как есть. Может на поле соберу этих листиков. Когда, не знаю, или сегодня, или завтра съезжу. Во! Всё-таки там что-то есть. Может, конечно, это, как их звать, утки. Вряд ли это птицы такие. В смысле рыбы. Я не помню, у меня микрофон все направлены или только на меня. Что-то даже не проверила этот момент. А, это утки! Это утки! А я их за лосей приняла. Это утки оказались. Я не знаю, ловила их камера или нет. Потому что я как-то... Куда она у меня была направлена в этот момент? У меня лепей цепляет. Тут черёмухи вкус, но он вообще как-то без ягод совершенно. Вот моё любопытство привело меня к пруду. Пожарето. Тут лопухов наросло. Ну, мои друзья сейчас в Костроме. У меня с первого по третьего вроде должны были туда поехать. Сейчас собирались раньше, но поехали позже по разным причинам. Так что лопаты мне тут никто не прохреначит ничего. Вот палок можно поломать на мангал. Но надо сюда отдельно идти за этими палками и без камеры. Лучше с какой-нибудь там корзиночкой или типа того. Знаешь, это всего лишь утки. А я-то думала, лось сюда прискакал. Своими рогами в воду мутить. А, тут пчела пролетела. В колодце вода прибавилась. Несмотря на то, что тут целый месяц практически жило прилично количество людей, которые... Некоторые из которых, мне кажется, этой колодечной водой ещё и моются. Или мылись, не знаю уж. Ну, в большом количестве её расходовали. Несмотря на то, что тут рядом. Но я приехала, колодца вода прибавилась. Относительно того, что когда я уезжала последний раз. Ладно. Пойдём обратно. Со смородиновым листом тут напряг. Оказалось, иншот тоже сжимает даже на телефоне. Я думала, что это зависит только от операционной системы, что на десятом ведроиде нормально, на двенадцатом нет. Сжимает звук с 48 тысяч до 44 тысячи сто, короче. Как бы увеличиваешь звук, а он увеличивает. Всё такое вроде. Качество вроде тоже самое. Остаётся хорошее. Фулл HD и всё такое же. На шортах. Но звук становится как-то... Вроде лучше. Вроде хороший, но чуть хуже. Я так расстроилась. Думаю, они вот это вот некачественное за деньги предлагают. Я, конечно, по акции на год подписку купила за 400 с чем-то рублей. И собиралась уже полноценную купить эту программу за две с лишним. Ну, официально на этот, на Honor. В смысле, на который телефон, смартфон Honor 9A. А теперь поняла, что раз такая фигня, не ликвид за деньги, то нафиг он не сдался. Можно и в бесплатной версии пользоваться. Там рекламу посмотрел. Водяной знак убрался. И чисто вот на... Ну, на коллажике он хороший. Там звук никак... Никаким местом не играет роли. А вот на монтажах тогда потом поставлю, может, пару директ. На этот сам. Единственное, что в нём как бы 60 кадров в секунду можно использовать. Ну, вот так зашла и, хрен пойму, где я нахожусь. И куда идти. Но на телефоне у меня 29 с чем-то кадров в секунду. А на камере я потом найду какое-нибудь приложение. В крайнем случае, если мне придётся снимать больше, чем 30 кадров в секунду. Вот на этой камере. То я буду потихоньку монтировать на ноутбуке. Разверяй властвуй. Вот тут я нашла ещё немножко листиков молоденьких. Может, чуть-чуть и будет у меня. Правда, без пакета в одной руке как-то это не вариант, конечно. Я ещё, кстати, нашла немножко на брошенном огороде у бывших соседей. Малины, конечно, там самосевом было, но сами кусты, а ягод нету. Все вот эти зачатки ягод, они все высохшие. Нашла крыжовника. Занозила пальчик в двух местах, вытащила занозы. Одна побольше, другая поменьше пальчик. Ну, чуть-чуть ещё болит. Ягодки мелкие, зрелые, хорошие, вкусные, гладкие. Но так геморно собирать там. Ну, и одну берёшь, три падают уже. Я даже не знала, что у них там крыжовник есть. Но в следующий год буду знать. Нет, не пойму. Это смородина? Да, это смородина. Она так растёт, тут какой-то меня комар жрёт. Веточкой. Незаметной. А с очки попался листик. Я сейчас камеру держала, я даже не смотрела, что она снимает. Потому что как-то увлеклась тут собиранием. Мне прям нравится процесс собирания ягодок. Листиков. В прошлом году это заметила. Когда была на дне рождения у мужа подруги. В этом году я тоже там была. Как раз за день до того, как сестрой четвероюродная встретилась. Ох. Одна моя подружка уехала на ПМЖ в Рыбинск. Так неожиданно. С одной стороны, я её понимаю. И ситуацию, что её вынудила это сделать. И даже рада, что они смогли купить себе пусть и в ипотеку квартиру. А с другой стороны, по-левому-то теперь берегу плюётся одной шастать. Я хотела её сагитировать. В их районе потусить. Показалось, что это мята. Но это не мята. Это вообще какая-то ерунда. Даже без запаха. Ну да, было бы жирно, чтобы тут ещё и мята росла. Самосела. У нас взросла мята, но... Мои родственники вечно её скашивали. Так же как мальва. И мальва начинала цвести. Я думала, ну увидят, что мальва цветёт. Включат мозги и не скосят эту мальву. Нифига. Я не знаю, чем они руководствуются в таких случаях. Местами даже мою клубничку скатили. Хнык-хнык. Я её так облагораживала. А ну и за лес косыли. Вот. Ладно, пойду. А то я тут в резиновых. В костюме. Он, конечно, хлопковый. Но... Немножко... Жарко. Отрублюсь я, наверное. Может ещё что-то поснимаю. Там я читала ваши комменты. Кому-то тоже захотелось. Ну... Прилично, кому я так приняла по комментам у того видео. Хавчиков на природе. Если получится, то сегодня покушаю. На камеру на природе. Если не получится, то сделаю это на днях. Вот. Наверное... Приветьте снова зрителей. Пока. А, да. Хочешь зритель... Канал поддержать? Поддержи. Где-то будет облачко. Поддержи Лёльку. Спасибо Ане, кстати, за донат. От нас с Алиской. С Алиской. И это... Ссылочка в инфобоксе на поддержи Лёльку. Тоже есть. Ну и... Чё? Пока. У меня тут руки отравень. Пока, те зрители. ADEE ПО-